Сегодня по телефону 181-8005 нам позвонили с Юрьевского проезда и сказали, что вот в этой булочной каждый понедельник бывают несвежие торты. 24 октября тоже 00 часов. Здесь 24 октября в 15 часов изготовлен торт. Здесь тоже 24 октября в 00 часов изготовлен торт. Через 40 минут истекает срок реализации этих тортов. А вы ведь ими будете торговать целый день, наверное, сегодня? Да нет, ну у нас там осталось, наверное, штук, может быть, в 18 или в 19, штук, в 20 мы посмотрим. А здесь на этикетке очень четко написано, что срок хранения 36 часов. И вот мы сейчас подсчитали, что срок хранения истекает через 40 минут. Ну, через 40 минут, ну, собственно говоря, через 40 минут истекет, потому что если мы не продадим, возьмем снижение с продаж. Девушка, вы покупаете торт? Да, покупаю торт. А вы обратили внимание на срок реализации? Нет. Ну, давайте посмотрим вместе. Вот, посмотрите, 24 октября 00 часов. Он изготовлен и срок хранения 36 часов. То есть срок хранения истекает сейчас у нас 11.40, через 20 минут. Вы успеете его съесть за 20 минут? Ну, а что делать? А когда нет никаких, приходится брать такие? Да, здесь трудно найти свежий. Ну, вот сейчас почти 12 часов, мы уезжаем, а торты в булочной остаются. Мы послали проверку в булочную, но сейчас мы можем ответить только со слов старшего продавца этой булочной. Ну, во-первых, мы, как выяснили, торты были получены ночью, 25 октября. И срок реализации кончался в 12 часов тортов одного наименования, а в других – 15 часов. Значит, ну, к моменту приезда телевидения, один торт, срок реализации, который кончался в 12 часов, был реализован в 11.45. В том случае, если бы он был не реализован, он был снят с продажи работниками булочной. 18 наименований, 18 тортов, у которых кончался срок реализации в 15 часов, мы надеемся, будут реализованы до 15.00. В том случае, если реализации не будет, то торты будут сняты с продажи.